МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Играем зарплаты обратно. Депутаты, поднявшие себе оклады накануне, сегодня решительно осуждают этот шаг. Денег нет, но вы держитесь. Что ответил Минфин медикам? Смело сурового режима. Почему замерзает город в Черкасской области? Букерзалезницы нашествия силовиков. О 20 обысках на предприятиях и подразделениях госмонополиста написал в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. Уголовное дело связано с закупкой по завышенным ценам некачественного кабеля. У организатора схемы изъято 1,5 миллиона долларов. А Укрзалезница, по словам Луценко, только на одной закупке потеряла почти 24 миллиона гривен. В СБУ в свою очередь добавили. Коррупционную схему чиновники создали еще 8 лет назад. Объединила она сотрудников технических департаментов и отдельных предприятий Укрзалезницы. То, что подобных операций было несколько и связано не только с кабелем, уже заявили в фискальной службе. В офисе для крупных налогоплательщиков утверждают, с начала года выявили в Укрзалезнице злоупотребление на 2 миллиарда гривен. Дорогие депутаты, стали для страны еще дороже. Со следующего месяца они будут получать зарплату по 36 тысяч гривен каждый, а спикер и его замы больше 40. То есть оклады взлетели вдвое. Как в Раде оправдываются за такое решение, и что еще сегодня обсуждали, расскажут наши корреспонденты. Традиционный час вопросов к правительству начинается с топ-темы. Депутаты хотят узнать, о чем же договорилась нормандская четверка в Берлине. Согласно Минским договоренностям, последовательность действий относительно контроля за границей и выборов была следующая. Сначала контроль за границей, а потом выборы. Сейчас поступает информация, что эта очередность изменилась. Без мониторинга с боку ОБСЕ, за кордоном, чтобы были соответствующие представители ОБСЕ на пунктах пропуска, где с нашего боку кордона, и чтобы было соответствующие видеоспостережения, никакой реальной безопасности быть не может. Сначала это полный мониторинг с боку ОБСЕ, выработанное в плане передачи кордона, и на второй день после выборов передача кордона украинским прикордонникам. Такая логика была с самого начала закладена в Минские договоренности, и никогда никому не изменилась. Последовательность действий еще будет обсуждать в течение ноября министры иностранных дел Нормандской четверки. А тем временем в кулуарах бурно обсуждают другую тему. Вчера депутаты вместе с предложениями в бюджет 2017 года втихаря протянули норму об увеличении собственной зарплаты. В два раза. И не в следующем году, а уже в следующем месяце. Спикер будет получать почти 44 тысячи гривен. Нардеп 36. Это, кстати, уже второй раз за год. В апреле оклады парламентарии взлетели вдвое, до 17 тысяч. Сейчас мнения в Раде разделились. Кто за повышение, кто против. Если мы хотим, чтобы в нас работали депутаты и не искали себе подработки, то мы должны дать депутату нормальную зарплату. Не нужно заниматься популизмом и говорить, давайте дадим депутату тысячу гривен зарплаты, а он будет честно делить сотни миллиардов. Давайте эти байки рассказывать кому-то другому. Было бы логичным подняти так же на 10% зарплатную депутатам. Наверное, это было бы справедливо и правильно. А поднявши вдвече депутатам, которые принимают бюджеты, принимают на 10% всего нашего поднятия минимальной зарплаты, когда инфляция складеме более 12-14%, это некорректно. Ну вот что ни меньше некорректно. Я бы даже сказал, в определенной мере, нехабно. Появляются такие заявления о том, что да ладно, можем вообще без зарплаты работать. Это говорит о том, что эти люди пришли сюда не деньги зарабатывать, а пришли сюда сидеть на бюджете или еще каких-то проектов. Отримать депутату зарплату 36 тысяч гривен сегодня, в условиях, когда пенсионеры отримают полторы тысячи гривен, это неприпустимо. И считаю, что парламент принял абсолютно неправильное решение вчера после голосования за бюджет. Это политическая коррупция открыта, намагание подкупить депутатов, чтобы они проголосовали за бюджет. Мы это так рассеиваем. Мы считаем, что эти деньги должны идти на финансирование социальных программ. Некоторые увидели в таком решении тайный смысл. Это стало причиной такого, знаете, отвлекания внимания общественности от реальных проблем этого бюджета. А далее вы обговорите, какая там зарплата у депутатов, только никто не обговорит, почему дальше идут оборудки по армии, почему дальше идут оборудки по Укртрансаміаку. Кто внес справку о повышении зарплат, никто не знает. Да и эту норму в документе никто, мол, не заметил. Про это никто не знал. До речи, поэтому мы и не голосовали. Еще одна причина нашего не голосования. Когда за годину до голосования приносят вот такую стопку паперу, то, извините, пожалуйста, там может быть написано, что вы все там ненормальные, неадекватные, и мы за это проголосуем. Поэтому так делать не можно. А вот фронтовики, которые почти в полном составе проголосовали за, вдруг заявили, знать ничего не знали и кивают на Кабмин. В никаких пропозициях и поправках, которые нам раздали, я этого не вижу. То есть это, наверное, была инициатива Кабинета Министров. Фракция Народного фронта будет наполягать на скасывании этой пропозиции и, наоборот, эти деньги направить на подвышение зарплаты военнослужащим и перетестованным полициям. Пока в Народном фронте только думают о такой инициативе, оппозиционеры уже подали в Раду документ об отмене этого решения. В ситуации, когда недофинансирование социальных программ, когда практически злая пенсия у людей, мы имеем право отримать зарплату. Те, кто за это проголосовал, это гоня. А мы отмазываемся от этой зарплаты, подвышенной зарплаты, потому что в сегодняшней ситуации наша фракция не видит возможности отримать подвышенную зарплату, враховывая ситуацию в Украине. Вот только наберутся ли голоса за отмену повышения. Большинство депутатов уже к середине заседания покинули свои рабочие места, так и не приняв ни одного документа. Видимо, пошли думать, на что потратят новые оклады. Анна Каменева, Ирина Романова, Геннадий Никеенко, Владимир Савченко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Ну, уже совсем скоро в ток-шоу «Черное зеркало» обязательно спрошу депутатов, почему они повышают себе зарплату в разы, но а бюджетникам на 10%. Ну, да и то, пока только обещают эти 10%. Пока же бюджетники выживают как могут. Последний пример. Минздрав с третьей попытки пытается выбить бюджетные деньги у Министерства финансов. Сумма не маленькая, почти 900 миллионов гривен. Средства нужны на зарплаты медикам и оплату подорожавших коммунальных услуг, утверждают ведомстве. Деньги предлагают взять из резерва госбюджета на медицину, а также использовать то, что до сих пор не потратили на здравоохранение в Донецкой и Луганской областях. Но в Министерстве финансов уже дважды Минздраву отказывали. Объясняли это тем, что медики не выполнили задачи по оптимизации медучреждений. И растворившиеся в Минздраве деньги выявили сотрудники Генпрокуратуры и СБУ. Махинации с госзакупками лекарств на 40 миллионов гривен. Еще в конце 2014 Минздрав заключил контракт на поставку медпрепаратов с частной фирмой. Компании перечислили 50 миллионов гривен, но вот лекарств получили от нее только на 10. Остальные деньги ушли в офшоры. Сейчас владелец недобросовестной компании находится под арестом. Детективная история. В первой половине дня издание Вести сообщило, что полиция задержала известного криминального авторитета Вадима Мизера по прозвищу Мизер. Именно он один из подозреваемых в поджоге студии новостей телеканала Интер. По данным СМИ у него изъяли незарегистрированное оружие и гранату F1. Связано ли задержание с нападением на нашу студию неизвестно. В то же время, ближе к вечеру, начальник главка столичной полиции заявил агентству Интерфакс, что человек, задержанный два дня назад за незаконное хранение оружия, не имеет отношения к поджогу нашего телекомплекса. При этом имени, взятого под стражу, он не называет. Но вот по данным из наших источников, задержание Мизера произошло вчера. И Голосеевский суд даже успел отпустить его под залог. Сумма более полумиллиона гривен. При этом остается непонятным, почему человек, у которого изъяли незаконный арсенал оружия, так легко оказался на свободе. Напомним, Мизер, согласно расследованию депутатов оппозиционного блока и нашему собственному расследованию, был одним из исполнителей атаки на телеканал. Вадим Мизера, 80-го года рождения, в 2010 году он был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию преступной группировки, которая занималась разбоем и вымогательством. В 2013-м повторно осужден и выпущен под подписку, причастен к краже машин и продаже их сепаратистам. Холодные старты, отопительный сезон Черкасской области, люди встречают с замерзшими носами. Город смело, там который день без тепла, несколько микрорайонов, школы, детские сады и больницы. Кто держит людей в холоде и есть ли надежда, что батареи потеплеют, выяснял Станислав Кухарчук. На улицу Катерина Ивановна вышла не просто воздухом подышать, а чтобы согреться. Пенсионерка рассказывает, в квартире она тоже вынуждена ходить в пальто и теплых носках. Маленькая Карина показывает бутылки, которые берет с собой в кровать вместо любимых игрушек. Днем ее большая семья собирается возле электрического колорифера, но он может обогреть только одну комнату. Вода нагревает и под одеяло, чтобы теплеше было. Пока помилася, под одеялом нагрелась, и тогда все ничего, так? И своему? Да. Официально отопительный сезон стартовал смелее еще в понедельник, но два спальных района до сих пор так и не подключили. Мама Карины в очередной раз надеждой трогает батарею. Может затопили? И даже не прогнозируют, когда включат. Так что повесили на улицу, но расценки за отримание будинка и все опять цены поднимаются, но за опаление нам никто ничего. Не межнут в квартирах только те, у кого есть автономное отопление, но таких немного. Вместе с жителями полусотни домов не могут согреться дети в двух детсадах, трех школах и пациенты больницы. В мэрии говорят, для них самих это стало неприятным сюрпризом. Все было нормально. Информация была про то, что у нас мы подготовили к опалению сезона. Комиссия выезжала, мы передавились котельные. И тут на тебе борги, и тут получается разборки. А все из-за того, что частная компания поставщик тепла задолжала газовщикам более 100 тысяч гривен. Сумма набежала с 2008 года, но вот погашать долги компания не спешит и пеняет на газовщиков, которые перекрыли вентили. Мы это решили. Стараемся решить. Только после газа приносит. Технически не готовится, сам отручится. Если пускают газ, на протяжении технических годов не подаем. Сами газовщики комментировать ситуацию на камеру не захотели, но по телефону сообщили. Поставщики тепла не хотят решать проблему с долгами. Подобная ситуация уже была в прошлом году. Тогда под честное слово газ включили. Но ни копейки из накопившегося долга компания «Смела Энергопром Транс» так и не погасила. Станислав Пухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал «Интер». Черкасская область. Контрольно-пропускной пункт Зайцево в Донецкой области переместили ближе к линии соприкосновения. Теперь всех желающих пересечь условную границу с оккупированной частью Украины пропускают в Майорске. На открытии у совершенствованного КПП побывала Ирина Баглай. Вот здесь за железной дорогой 400 метров их позиции уже. Окопы, блиндажи. Когда в последних был такой обстрел? Пять минут назад. Прилетело туда где-то 120 миллиметров. Пограничник с позывным мост ведет нас окольными тропами к нулевому рубежу на дороге Горловка-Бахмут. Объясняет выходить на трассу. Рискованно можно оказаться под прицелом снайпера. Вчера из-за такого обстрела движение здесь приостановили. По коридору, как и правило, не стреляют, когда есть люди. Стреляют только ночью. Горловка, Луганск, Донецк, Дебальцево. Еще затем на люди заняли очередь, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию. Не было, да. Эти недели не было, чтобы мы до 12 не приезжали. Нас привезли и все, чуть не предупредили. За их спинами очередь из машин этот отрезок дороги уже не контролирует наши военные. В километре пост боевиков. Мы не боимся. Нам уже нечего бояться. Мы уже прошли это все. И подвалы, и бомбежки. Мы этого не боимся. Нам все равно не стоять. А пока ждут зеленый свет, в очереди разговоры о войне и о том, что в оккупированных городах стало тише. Но жить в так называемых республиках не так уж и просто. Там очень сложно жить. Почему? Там низкие зарплаты, трудно с работой. Город, напомню, сейчас такая ситуация, как в 19-е годы. Это рублей 40, вот, йогурт обычный. То, что на Украине стоит намного дешевле. Новый пункт пропуска уже Майорск, ближе к линии фронта на 15 километров. В случае обстрелов людей эвакуируют в специальные укрытия. Вырыли и траншеи. Те люди, которые ходили туда, которые ходят звезды, которые ездят, они так же по той дороге ездили. Тому, если врагу захочется, врага есть, оружие, чтобы достать и туда, до Зайцева. Это вопрос только совести, чести и принятия решений. Хай народ сам даст оценку им. Перенос КПВВ разблокировал 9 населенных пунктов в районе Зайцева под Бахмутом. Теперь тысячам жителей не придется стоять в очередях. Пропустилась проможность. Цего КПВВ будет складывать по гражданам 7-8 тысяч. К этому, в контрольном пункте въезда, будет 8 смуг. 4 на въезд, 4 на выезд. 2 пешиха, а также будет еще одна окремая смуга для местных жителей. Чтобы доехать с оккупированной территории на мирную, подконтрольную Украине, придется пересаживаться на автобусы дважды. На этом могут зарабатывать перевозчики. Областное руководство решило допустить на рынок дополнительные компании, рассчитывая таким образом повлиять на снижение цен за проезд. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Загадочное исчезновение. В Черновцах похитили львовского волонтера. Кто и зачем, выясняла Ольга Паломарюк. Все произошло прошлую среду на парковке гостиницы в Черновцах. Волонтер Петр Кондрак приехал из Львова. Но как только вышел из автомобиля, на него набросились неизвестные. Это все происходило в присутствии работника охраны. Когда он спросил, кто вы такие, что вы делаете, они представились как спецподраздел Альфа при СБУ. Они были в форме. Мужчину посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Где он сейчас, не знают ни его родственники, ни друзья. Телефон не отвечает. Жена волонтера рассказывает. Ее муж спокойный и неконфликтный человек. Возил на фронт одежду и продукты. Бизнесом не занимался. Зачем приезжал Черновцы, неизвестный местным волонтерам? Сейчас мужчину ищут правоохранители. Изъяли видео с камер наблюдения гостиницы. Журналистам не показывают. А вот в СБУ подробностям сообщили. К исчезновению волонтера не причастны. Родные волонтеры уверены, за Петром его автомобилем следили. Версию о похищении с целью выкупа отвергают. Ведь спустя неделю с ними никто не связался. Все действительно связано с его волонтерской деятельностью. Был затриманный волонтер из другой области. И вывезенный в Россию службами ФСБ. То есть мы сейчас рассматриваем все версии. Кто похитил Петра Кондрака и зачем? Семья просит всех, кому известно, где может находиться мужчина, сообщить им или в полицию. Ольга Поломарёк, Галина Якушко, Игорь Рига, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Более трёх часов допрашивали в российском следственном комитете Сабкора канала 112 в Москве Ксению Бабич. А с самого утра в её квартире прошли обыски. В СМИ появилась информация, что оперативники искали улики по делу Артёма Скоропадского. Это пресс-секретарь правого сектора. Известно, что Ксения училась с ним в одном вузе. Напомню, это уже второй случай повышенного интереса к представителям украинских СМИ в Москве. Почти месяц назад по обвинению в шпионаже в СИЗО Лефортова отправили корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко. На сегодняшнюю ситуацию уже отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины. Там считают, что работникам украинских СМИ стоит в ближайшее время воздержаться от посещения Российской Федерации. Особенно это касается частных поездок, например, в гости к родственникам. Ну а в случае рабочих командировок настоятельно рекомендуют журналистам обзавестись всеми необходимыми документами. Новых станций против России не будет пока. На двухдневном саммите лидеров ЕС отказались от идеи вводить дополнительные ограничения против Москвы из-за действий в Сирии. Но пообещали, что вернутся к этому вопросу, если ситуация ухудшится. Встреча в Брюсселе стала первой для нового премьера Великобритании Терезы Мэй. Как приняли главу правительства страны, которая собралась на выход из ЕС, расскажет наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Сто дней у власти и первый саммит ЕС в качестве премьера. Тереза Мэй впервые оказалась в компании европейских лидеров. Британский премьер приехала с довольно смелыми заявлениями. Сообщила, что вплоть до дня выхода из ЕС, Соединенное Королевство рассчитывает оставаться полноценным участником Союза и принимать решения на равных с остальными. Вот только вопрос, захотят ли остальные 27 членов ЕС прислушиваться ко мнению страны, готовящейся захлопнуть за собой дверь. Также Мэй подтвердила, до конца марта следующего года запустит процесс Брекзит. А значит, в 2019 в Евросоюзе станет меньше на одну страну. Я понимаю, какой серьезный вызов стоит передо мной. Я уверена, что будет немало трудных моментов. Этот процесс потребует умения искать компромиссы. Но я твердо уверена, что если мы подойдем к этому процессу с конструктивом, как я это и делаю, то мы сможем построить новые сильные отношения, которые будут на руку и Британии, и Европе. Именно с подачи Великобритании главы стран ЕС обсуждали возможность введения санкций против России из-за действий в Сирии. Единогласного решения по этому поводу не достигли. Против высказалось сразу несколько государств, в том числе и Италия. В результате лидеры европейских стран ограничились осуждением Москвы за бомбардировки в Алеппо. Но подчеркнули вернуться к этому вопросу, если бомбардировки возобновлятся. Все 28 лидеров решительно осуждают атаки сирийского режима и его союзников, особенно России и в Алеппо. Если это продолжится, мы будем рассматривать все возможные варианты. Если Россия продолжит бомбардировки в Сирии, Европейский Союз может отреагировать по-другому. Но мы пока не приняли решение по введению санкций. ЕС уже даже подготовил основу для санкций, заверила немецкий канцлер. Ангела Меркель подчеркнула, что страны Евросоюза единодушно рассматривают происходящее в Алеппо как нарушение международных законов. Что касается Украины, то известно, что во время саммита обсуждалась и судьба соглашения об ассоциации с ЕС. Сейчас этот документ по сути заблокирован результатами апрельского референдума в Нидерландах. Голландцы не поддержали его ратификацию. Премьер страны Марк Рюте сообщил, что ему не удалось договориться с лидерами государств ЕС по этому вопросу. Так что окончательное решение остается за голландским правительством и ждать его уже недолго, до 1 ноября. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала Интер. Российские военные корабли вошли в пролив Ла-Манш. Флотилия направляется в Сирию. Пока она находится в международных водах, но за ней постоянно наблюдают два британских военных корабля. Министерство обороны Великобритании заявило, что будет отслеживать каждый шаг российской флотилии в водах поблизости Соединенного Королевства. В нее входят авианосец Адмирал Кузнецов и семь кораблей ВМФ России. Это, пожалуй, самая большая группа военных судов возле европейских берегов с 2014 года. В НАТО заявляют, россияне везут истребители в Сирию для решающего штурма Алеппо. Это не все новости дня. Вот о чем расскажем во второй части выпуска. Приватные качели. Кто распускает слухи о национализации крупнейшего банка? И есть ли в них доля правды? Дело врача. В Ривне суд избрал меру пресечения доктору, допустившему смерть пятилетнего пациента. Отворот гражданке Парывай. Наташа Королева теперь не скоро проведает своего киевского мальчишку. Москва отказалась передавать Олега Сенцова Украине. Напомню, украинского режиссера осудили на 20 лет по сфальсифицированному делу о попытке теракта в аннексированном Крыму. Остались ли шансы вернуть украинского пленника на родину и как долго он ждет свободу в нашем материале? На кадрах почти годичной давности приговор Олегу Сенцову и Александру Кольченко. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал украинцев виновными. И назначил им наказание 20 лет заключения для Олега и 10 для Александра. Апелляция в Верховном суде состоялась через несколько месяцев и на судьбе украинцев никак не отразилась. Следующую касационную жалобу у полномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой также отклонили. Новость о том, что в освобождении Олегу в очередной раз отказана, едва ли кого удивила. В медиа это решение прокомментировали так. Официальное письмо российского Минюста. В нем отмечается, Москва считает Сенцова своим гражданином, а потому выдавать Украине не намеренно. Сам Олег неоднократно заявлял, паспорт федерации ему выписали против его воли. Олег Сенцов тем временем продолжает оставаться в заключении. Он этапирован в Якутию и содержится в колонии строгого режима. Это тюремное учреждение находится почти в 9 тысячах километрах от Киева. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. После Сенцова Россия отказалась выдавать Украине Александра Кольченко. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов. Он написал, что российский Минюст официально отказал в выдаче Кольченко и опубликовал фото документа. В тексте говорится, что Кольченко получил российское гражданство и не может быть выдан Украине в соответствии с конвенцией о передаче осужденных лиц. Наташи Королевой запретили въезд в Украину. Соответствующий документ опубликовала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Российской эстрадной певице украинского происхождения нельзя появляться на территории Украины 5 лет. За действия, противоречащие интересам страны. Так объяснила Гитлянская мотивы решения спецслужбы. Запрет вступил в силу 12 октября. Сама певица уже возмутилась запретом въезда в Украину и удивилась даже, что украинские спецслужбы видят в ней и ее песнях угрозу для страны. Генеральная прокуратура передала дело экс-заместителя главы «Нафтогаза» Александра Кацубы в суд. Его подозревают сразу по нескольким статьям. Среди них создание преступной группы, растрата злоупотребления служебным положением и подлог. Также в сообщении ГПУ говорится, в ближайшее время планируют получить разрешение суда на заочный суд беглого олигарха Сергея Курченко и Сергея Кацубы, старшего брата Александра. Всех их подозревают в многомиллионных махинациях с нефтепродуктами. И Курченко, и Сергей Кацуба сейчас предположительно скрываются на территории Российской Федерации. Крупнейший банк страны, Приватбанк, могут национализировать. Об этом сегодня заявили журналисты из здания «Апостров». По их данным, якобы национализация может произойти уже в ближайшие недели. В Привате подобные заявления опровергли, но вот у экспертов другое мнение. Уже в ближайшие несколько недель право собственности над крупнейшим банком страны может перейти государству. Об этом заявили журналисты одного из интернет-изданий. Так, якобы национализация Приватбанка – одно из главных условий МВФ при выдаче Украине нового кредита. В пресс-службе банка эту информацию сразу же опровергли. Опроверг слухи на своей странице в Фейсбук и первый заместитель председателя правления Приватбанка Олег Гороховский. Но вот эксперты говорят, требование увеличить капитал банков МВФ Украине действительно выставил. Вимоги МВФ – увеличить капитал наибольших 19 банков до нового року на десятки миллиардов гривен. Это относится и Приватбанка. В прошлом году и, может быть, піврока в этом году все банки работали с минусовым капиталом. Теперь этот капитал нужно увеличивать. Мова идет о десятки миллиардов гривен. В самом тексте меморандума с Международным валютным фондом о национализации Приватбанка ни слова. Однако в документе прописано, что МВФ разрешит Украине выпустить облигации на 166 миллиардов гривен, чтобы поддержать банки. По мнению эксперта Александра Охрименко, эта сумма слишком большая и явно закладывалась для национализации Привата. Смотрите, на сегодняшний момент официального решения про национализацию Приватбанка нет. Но возникает ситуация, что остается, грубо говоря, больше 100 миллиардов, которые можно действительно использовать как вариант в случае национализации Приватбанка. Потому что понятно, что такая громадная сумма более чем на Приватбанке использована быть не может. Официально, конечно, никто решений не принимал. В меморандуме это не написано. Но исходя из меморандума можно сделать такой вывод, что, скорее всего, МВФ дал добро. Не на камеру, эксперты говорят, подготовка на случай национализации в НБУ уже идет полным ходом. Но в самом Нацбанке на нашу просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию пока ничего не ответили. Если переход собственности над крупнейшим банком страны и произойдет, то это займет не один месяц, уверены экономисты. Однако вкладчикам беспокоиться нечего. В таком случае банк и дальше продолжит работу, но под управлением государства. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности в телеканал Интер. Два месяца ареста или залог в 2 миллиона гривен. Такую меру пресечения Шевченковский райсуд Львова избрал для Владимира Катинского. Главный военный комиссар Тернопольской области Катинский обещал продвинуть по службе своего подчиненного, если тот построит ему дом. Задержали взяточника работники военной прокуратуры во время передачи 66 тысяч гривен. На рабочем месте нашли также арсенал оружия. Грозит Катинскому до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества. Материалы уголовного дела по прошлогодней перестрелке в Мукачеве возвращают в суд. Напомню, четверо бойцов правого сектора обвиняют в терроризме. Трижды мукачевские судьи пытались уклониться от рассмотрения резонансного дела. Один раз хотели передать его в Ужгород и дважды возвращали обвинительный акт в генпрокуратуру на доработку. Но вот теперь областной апелляционный суд вынес конкретное решение. Какое знает Марина Коваль. На скамье подсудимых в апелляционном суде Ужгорода четверо бойцов правого сектора. Прошлым летом они приехали в Мукачево на встречу с народным депутатом Михаилом Ланё. Якобы хотели поговорить о контрабанде. Но закончилось все перестрелкой из автоматов, гранатометов и сопротивлением полиции. В итоге трое погибших. Задержанных обвиняют по десяти статьям Уголовного кодекса. Это незаконное владение оружием. Терроризм, бандитизм, тяжкие, легкие, телесные. Как это? Хай мне пояснить хотя бы, почему меня могут вообще подозревать в этих статьях. Хочу одно разъяснение. За полтора года я его еще ни разу не отримал. Я прошу ознайомиться с правой. Я не могу. Бойцы правого сектора под стражей больше года. Один, даже оставаясь за решеткой, успел жениться. За год назначалось десяток судебных заседаний. То не могли определиться, какой суд будет рассматривать дело. То не являлись потерпевшие. То понадобилось несколько заседаний, чтобы избрать для подсудимых меру пресечения. Один раз активисты устроили в зале погром. Но так ни разу судьи не приступили к рассмотрению дела по сути. Адвокаты утверждают, до сих пор не знают, в чем конкретно обвиняют их подзащитных. В обвинувальному отсутствие формирование обвинувачивания, безусловно в чем обвинувачивается мой подзахисник. Не конкретизовано в чем их обвинувачивает. Нам не открыли материалы. Вот теперь, как я буду защищать своих подзахисников, если я не владею материалами криминального проведения. На последнем заседании Мукачевский суд вернул обвинительный акт Генпрокуратуре. Мол, неверно оформлены документы. Именно это сегодня и оспаривает прокурор в апелляционной инстанции. Указаны данные про час, место, способ, наследие и другие обставины, зазначены в правом полиции, в качественных действиях. Зазначены в каких самых злочинах и в каких самых обвинувачиваниях обвинувачиваются дея, бурча, бурча, бурча и моча. На этот раз судьи принимают сторону Генпрокуратуры. Решили опять вернуть дело в Мукачевский суд, где их коллеги должны срочно приступить к рассмотрению. Заседание Мукачевского суда должно состояться до 28 октября, иначе истекает срок содержания под стражей бойцов правого сектора. И их должны будут отпустить на свободу. Кстати, сегодня прокуроры пытались заодно продлить и срок, но апелляционный суд это ходатайство не принял. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. И очередное ЧП в Мукачеве. Сегодня утром неизвестные обстреляли Мерседес, который, как сообщают местные СМИ, принадлежит предпринимателю из окружения народного депутата Михаила Ланьо. Это произошло на выезде из села Чинадеева на трассу Киевчук. В полиции подтвердили факт нападения и уточнили, пострадавших нет. Повреждена машина. В заднем бампере два пулевых отверстия. На месте эксперты нашли пулю и пять гильз. Открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Оставили на свободе под личное обязательство. В Ривне суд избрал меру пресечения врачу, во время дежурства которого умер пятилетний пациент Коля Антонюк. Бывшему заведующему хирургическим отделением областной детской больницы Константину Думановскому в ближайшие два месяца запрещено покидать город без разрешения следователя или прокурора. К ним он должен являться по первому требованию. Напомню, медика обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей, что повлекло тяжелые последствия. Коля Антонюк умер в декабре прошлого года. Токсического шока. Ребенок поступил в больницу с подозрением на аппендицит. Дежурный врач Думановский прописал ему аналгин с димедролом, уксусное обтирание и запретил поить ребенка. После смерти мальчика в городе разразился скандал. Люди добились создания независимой комиссии в Минздраве. Думановского уволили. Сам он впервые за все это время появился на людях. Следующий судья ухвалил. Клоподание задумать, засосвать в носу Думановского Костяна Георгиевича за побежный захід в виде особистого заболезания. Ничего не хотите сказать? На данный момент нет, на жаль. Прокоментовать. Можливо, на радиус. Дякую. Можливо, позже. Можливо, позже. Доброе? 78 место в рейтинге верховенства права занимает Украина. Всего в списке 113 стран. Его составила международная независимая организация World Justice Project. При этом учитывались такие показатели, как открытость государства, правопорядок и безопасность, ограничение полномочий институтов власти, а также отсутствие коррупции и защита основных прав. В первой пятерке лидирует Дания. За ней Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. Россия в этом рейтинге занимает 92 место, а соседняя Беларусь – 57. Полгода французы выходили на улицы с протестами против реформы труда. Сражались не только с правительством, урезающим льготы, но и со стражами порядка, когда те разгоняли бастующих. И вот теперь уже правоохранители по ночам после службы поют Марсельезу, выражая свое недовольство. Чего требуют французские копы? Узнавала София Гордиенко. Начальство манифестации запретило, участников осудило, но удивительное дело, полицейские снова выходят на улицу по ночам в свободное от работы время. И пользуются при этом поддержкой горожан. Их можно было бы принять за скинхедов, если бы не яркая повязка на рукавах. На Елисейских полях люди в штатском устроили целое шоу. Даже спели Марсельезу с посетителями ресторанов. В группе поддержки и парижские таксисты. Мы приехали сюда тоже показать, что мы с ними, и это нормально. Место для митинга выбрали не случайно. Елисейский дворец буквально за углом туда и направились люди в черном. Претензий множество. От недостатка экипировки до паралича системы юстиции. У нас масса преступников находится на воле по непонятным причинам. И каждый полицейский в квартале их знает. Но сделать что-либо нет никакой возможности, потому что спустя время они снова оказываются на свободе. Лишь за 200 метров до резиденции президента колонну остановили внутренние войска. На конструктив были настроены обе стороны. Давайте уберем камеры. Нам надо пообщаться. Ребята, не толкайтесь. Как оказалось, министр внутренних дел Бернард Казнёв в Риме на конференции по борьбе с терроризмом. Но как только вернётся, готов встретиться и всё обсудить. Послушайте, вы меня извините, но это странно. Ехать в Рим и дискутировать на тему безопасности, когда твоя собственная полиция столкнулась с проблемами. Ну, таково расписание министра. На завтра круглый стол и все желающие приглашены. После того, как месседж был передан протестующим, их главное требование... Никаких политиков и никаких профсоюзов. В начале следующей недели с полицейскими встретится и Франсуа Алант. Ведь перед выборами еженочное песнопение возле президентской резиденции и критика оппозиции ему точно не нужны. Правда, стражи порядка решили всё равно каждую ночь собираться. Переговоры переговорами, а результат важнее. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Один человек погиб и шестеро ранены в результате аварии на железнодорожном переезде в Германии. Поезд врезался в грузовик возле города Ульм. Водитель фуры погиб на месте, а шесть пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Всего на момент аварии в поезде междугороднего сообщения было около 20 человек. На месте работает полиция. О причинах пока ничего не известно. Замок Дракулы в аренду и премьера фильма «Доктор Стрэндж». Об этом и не только в нашем международном обзоре. Семилетняя девочка из США с синдромом Дауна рассказала всему миру о своем диагнозе. На видео, где София разговаривает с мамой, девочка говорит «Да, у меня синдром Дауна, но это не страшно». Видео уже посмотрели более пяти миллионов пользователей. София – украинка. Ее в младенчестве удочерила американская семья. Девочка прекрасно разговаривает по-английски, танцует и очень любит своих родителей. Замок Дракулы в аренду. Популярный американский сервис объявил конкурс для желающих провести Хэллоуин в настоящем замке Влада Цепеша в Румынии. К нему туристов повезут в карете. А на месте их встретит внучатый племянник самого Брэма Стокера, автор романа «Дракула». Он проведет для гостей экскурсию и расскажет о самом графе. А переночевать можно будет в склепе легендарного вампира. Впрочем, если туристы откажутся, то им предоставят обычные комнаты. В Калифорнии состоялась премьера фильма «Доктор Стрэндж». На красной дорожке появились Бенедикт Камбербэтч с супругой Рэйчел Маккадамс, Тильда Суинтон, Роберт Дауни-бладжи и автор комиксов о докторе Стэн Ли. Помимо премьеры фанатов ждал еще один сюрприз. На мероприятии стало известно, что Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч ждут второго ребенка. В Австралии айфон 7 сжег автомобиль. Его владелец Мэтт Джонс оставил свой новый телефон в машине и пошел заниматься серфингом. По возвращении обнаружил, что из салона авто валит дым. Открыв машину, австралиец увидел, что уничтожена практически половина салона. По словам пострадавшего, пожар мог вызвать только гаджет, поскольку других предметов, способных загореться, внутри не было. Видео с гориллой, которая трогательно смотрит на своего новорожденного малыша, набирает популярность в США. Девчоныш родился всего два дня назад в зоопарке города Сан-Диего в Калифорнии, и мать не расстается с ним ни на секунду. Эти западные равнинные гориллы находятся под угрозой исчезновения. Хрюша и Степашка ушли с молотка. Герои детской телепередачи «Спокойной ночи малыши» были проданы на торгах русского искусства 20 века. Оценочная стоимость кукол, одетых по моде 90-х, составляла от 3 до 8 тысяч долларов. Правда, в аукционном доме не разглашают, кто именно и за сколько приобрел популярных персонажей. С подробностями на сегодня все, но информационный вечер на Интере только набирает обороты. Встречаемся уже совсем скоро в ток-шоу «Черное зеркало». Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин